Итак, сегодня мы приготовим томатный соус для шашлыка. Этот рецепт я посмотрел у одного видеоблогера, но я его немножко видоизменил, и мне кажется, есть все основания для того, чтобы записать это видео. Что нам понадобится? Нам понадобится основа этого соуса, это томатная паста. Но можно купить обычную томатную пасту и развести ее водой, но мне кажется, это будет не самый лучший вариант, поэтому я использую вот такие вот томаты. Продаются они в принципе в любом супермаркете, называются протертые помидоры. Здесь уже они в такой жидкой консистенции, и можно спокойно их добавлять и в пасту, и куда угодно. Для различных соусов. Это первое. Нам понадобится еще аджика, тоже вот такая вот приправа, в которой уже содержится куча ингредиентов. Перец, всяческие остальные специи, характерные для Кавказа. Она тоже продается в любом супермаркете, стоит от 20 до 200 рублей. И понадобится зелень. Зелень может быть, нужна кориандр, петрушка или укроп, можно и петрушка или укроп, и репчатый лук. Для начала надо измельчить лук и измельчить всю зелень до мелкой консистенции. Для начала режем лук. После того, как мы измельчили лук, есть небольшая хитрость. Мы сейчас этот лук перекладываем в ковш. И буквально на несколько секунд, ну, может быть, секунд на 5-10, завиваем его кипятком, чтобы он не был таким едким. Ну, 10 секунд, мне кажется, достаточно. Так, пока лук остывает, мы можем измельчить зелень. Зелень нужно убрать в основном листья. Стебли лучше отрезать. Так будет лучше. Так, берем сначала кориандр. Он же кинза. И берем укроп. Берем петрушку и кориандр, но можно взять и укроп. Плюс петрушка, плюс кориандр. И этого будет, в принципе, достаточно. Но, в принципе, зелень какая есть, то и можно положить. Значит, соответственно, всю эту зелень надо тоже очень мелко рубить. И так, зелень мы измельчили. Дальше берем емкость, в которой будем смешивать наш соус. То есть, это может быть любая стеклянная емкость, или любая другая, какая у вас есть. Значит, что мы делаем первым делом? Складываем туда наш лук и зелень. Так, лук мы положили. Теперь берем зелень. Петрушка и рубленая с кинзой. Значит, затем берем аджику и кладем ну, полторы-две чайные ложки вот сюда. Соли не надо класть вообще, и перца не надо. Все вот в этой аджике есть. Она очень соленая, поэтому соли класть сюда не надо. После этого заливаем основу нашего соуса вот эти перетертые томаты. Ну, фактически, я говорю, можно заменить это томатной пастой, но это не так вкусно будет. Эту томатную пасту надо будет развести с водой. Вот, и перемешиваем, и смотрим, собственно говоря, за консистенцией. Если будет достаточно густо, можно будет... Да, перемешать надо очень хорошо, потому что аджика должна полностью перемешаться. И смотрим за консистенцией. Если будет достаточно густо, можно разбавить немножко холодной водой. Но, в принципе, совсем жидко быть тоже не должно. То есть это такая вот ассистенция уровня 10% сметаны. Вот, хорошо перемешиваем. Можно попробовать. Если не очень соленым, как у меня. Можно добавить еще. Ложечку аджики. Ну, вот теперь будет. Ну, грубо говоря, на литровую банку, если вы делаете примерно пол-литра соуса, 3 чайные ложки аджики. И еще раз это все перемешиваем. Перемешивать надо до того состояния, пока аджика полностью растворится. Ну, вот, собственно, и все. Теперь можно убрать этот соус, чтобы он настоялся в холодильник на несколько часов. А можно есть прямо сразу, прямо сейчас. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ. Продолжение следует... Продолжение следует...